Здравствуйте, меня зовут Илья Поволодский, я режиссер фильма «Блаж». Мы изначально выбирали локации и направление движения таким образом, чтобы оно соответствовало, с одной стороны, логике героев, потому что для них важно двигаться с юга на север, чтобы успеть до полярной ночи и наступление холодов, сделающими невозможным, добраться туда. А с другой стороны, что наиболее важно для меня, это наше движение, это метафора самого по себе взросления, когда с солнечных вершин Кавказа из рая детства мы спускаемся в холодную действительность тундры взрослой жизни. Фильм задумывался в период пандемии, когда люди оказались замкнутыми в тесных пространствах наедине со своими близкими. И в этот момент стал очевиден, как мне кажется, конфликт поколений, который непроговоренный, часто выкрикиваемый с болью, в этом тесном пространстве возник. И проводя все свое время вместе, вдвоем, в этом замкнутом пространстве, наши герои следуют логике развития этого конфликта, который только усугубляется в этом удушливом молчании. Ну, мне кажется, что этот протест, он довольно детский, она пока еще не может выразить словами в начале картины, что именно ее беспокоит. И поэтому эта мечта о море, о возможности где-то остановиться на секунду, чтобы радоваться жизни, чему кажется, разучился ее отец, он, конечно, этот момент для меня очень характеризует ее детскую непосредственность и желание этой свободы и протеста. И что мне кажется важным, ведь как раз не разговаривая, не выражая словами, каждый из них свои страхи и боль, они по-разному понимают, что от них хочет другой. Например, дочь боится, что рано или поздно они остановятся, и их это движение, которое и есть ее жизнь, которую она знает, прекратится, а он боится, что она от него сбежит, и они не могут об этом поговорить и лишь домысливают друг за друга, что каждый из них думает. Ну, в первую очередь то, что пространство вокруг нас очень разнообразно, и при внимательном отношении к нему и деликатном отношении к нему мы увидим, что оно не только по-разному выглядит, но и по-разному чувствует, по-разному идентифицирует себя, что это очень большая, живая, иногда надломленная и противоречивая, но разнообразная реальность. Поэтому я симпатизирую взгляду героини через ее фотокамеру, которая приучилась, научила себя и приняла это правило деликатного обращения с миром вокруг нее, которое мне невероятно симпатично. Ну, мне кажется, что это, во-первых, ощущение свободы и возможности подчас нашего изолированного в Зале искусства быть более открытым к людям с одной стороны, а с другой стороны, это какая-то романтическая идея распространения искусства и, в первую очередь, кино в пространстве и времени свободно. Я не могу говорить о каких-то больших тенденциях, но лично для меня важно сохранять независимость в своей работе. И поэтому я, собственно, и создал студию, хотя это очень громкое слово, это всего лишь коллектив из нескольких единомышленников, которые всякий раз делают что-то, чтобы найти возможность снимать кино. И поэтому продюсирование — это не только выбор, окей, контроля, но, в первую очередь, возможности сохранять независимость. Поэтому это скорее даже товарищество, чем продакшн. Я имею в виду, что это группа, как бы банда. Отбор моего фильма — это невероятная честь и радость иметь возможность показать картину здесь этому зрителю, которое я ощущаю как дом независимого кино и независимого видения. Спасибо за просмотр!